Добрый день всем! Сегодня у нас интересный будет класс. Я знаю, что я обещала сделать коллайдер благодарности, но мы сегодня будем использовать уникальную возможность. То есть буквально 13 числа было соединение Нептуна и Плутона. На небе это называется аспект миллионера. Огромные энергии и потенциал создания планов на будущее, больших планов, грандиозных, он, конечно, уникален. Следующее такое соединение, скорее всего, будет лет через 13, поэтому не стоит терять времени, оно еще действует, потому что планеты долгие, медленные. И я сегодня вам предлагаю создать свой собственный Эверест, который мы за 5 лет будем преодолевать, который будем покорять и будем формировать свои намерения, план действий, план каких-то желаний, которые мы хотим сфокусировать свою энергию на достижении этих желаний. Я уже прорисовала это два раза и считаю, что это очень полезно и очень информативно для вас будет. Так что хочешь перевести что-нибудь? Да, здравейте всички, много се радваме, че сте при нас отново. Днеска Анна е подготовила много специален клас за всички вас. Това е да направите план за следващите 5 години, защото сега в небето са се подредили планетите по такъв начин, че е много хубаво да се направи план, който да се сбъдне. Сега периодът се нарича аспект на милионера. Така че мислете големи цели, поставите си големи цели, които бихте искали да привлечете в живота си и не дейте да скромничите. Ну да, здесь скромность помешает, потому что мы все-таки говорим про какие-то неординарные решения и неординарные возможности, которые могут для нас открыться. Даже если в вашей натальной карте никак не проигрывается этот аспект миллионера, составить план на ближайшие 5 лет, посмотреть, что же для меня является приоритетом, это полезно будет для каждого. Мы специально используем 5 лет, потому что это все-таки осязаемое будущее, это не то, что мы заглядываем на 20-30 лет вперед, хотя такой план тоже у многих есть, но увидеть перспективу своего развития, динамику своего развития, сформировать эту динамику, это, конечно, полезно. Да, дори и в вашата астрологическа карта да не се получава този аспект, все пак ще ви бъде полезно, за да настроите енергията си и положителни неща да ви се случват в бъдещето. И 5 години не е толкова голям и не е толкова малък период и не е толкова трудно да се планира за 5 години. В Азии говорят, древние высказывания азиатское есть, что кто не смотрит в далекое будущее, того ждут близкие беды. Вот чтобы избежать этих близких бед, все-таки понять свои ценности, свои приоритеты, мы сегодня и будем рисовать. Но прежде, чем мы приступим, конечно, мы сделаем настройку, сделаем короткую медитацию. Так что я предлагаю всех задять удобное положение в своем кресле. А сега ще направим малко медитации, за да се настроиме. И седнете удобно, кракатам на пол да исправим гръб. Так, поставьте ступни на пол и просто почувствуйте, насколько вы уверенно себя чувствуете сегодня. Какие ощущения, какое ваше присутствие в теле, присутствие в пространстве, температура, может быть, звуки какие-то вокруг вас. Просто просканируйте себя внутри и снаружи, что происходит со мной сегодня. И особое внимание мы уделяем ногам, ступням. И представляем, как из ступней у нас энергетические корни уходят в землю глубоко и широко. Они проникают в землю, могут быть прям ощущения, как проходят через разные слои почвы, через прохладные подземные воды, горячую лаву, твердые породы. Но их ничто не может остановить, потому что это наши энергетические корни. И земля очень уверенно и надежно держит нас. Мы как дерево, которое глубоко и крепко держится за землю. И чувствуем, как энергия земли спокойная, уверенная, нежная, мягкая поднимается по этим корням, наполняет наши ноги, наше тело, по позвоночнику поднимается и наполняет наше сердце. Можно помочь себе дыханием. На вдохе мы поднимаем энергию. На выдохе она наполняет наше сердце. Просто побудьте с этим состоянием, ощущением. Мы продолжаем эту энергию, и она выходит вверх в космос, через макушку, через коронную чакру. Вы являетесь проводником. Энергия проходит от земли в небо. Вы слезующее звено. Почувствуйте поток, как он проходит через вас. Небо, космос, планеты – это другая энергия, отцовская энергия. Вы ее ощущаете, тоже принимаете. Приглашаем, и она спускается через макушку, через позвоночник, в ваше сердце. Тоже на вдохе мы ее принимаем. На выдохе расширяем сердце. Наполняем его. Это другая энергия, более динамичная, энергичная. Вся вселенная внутри вас. Энергия проходит ниже, по позвоночнику, спускается в ноги и в землю. И тоже свободным потоком она проходит через вас. Вы слезующее звено между небом и землей. Между землей и небом. Почувствуйте динамику этих энергий в своем теле. Но вы не один. Рядом также есть другие участники, другие люди, которые также пропускают эту энергию. Почувствуйте их поддержку и присутствие. намерения сегодняшнего класса, чтобы пользу от этого класса получил ли все, кто участвует сегодня в классе, и те, кто будут смотреть его в записи. чтобы все желания и намерения, которые они сформируют сегодня, смогли исполниться наилучшим образом для всех. И мы делаем глубокий вдох и на выдохе открываем глаза. Так, ну что, вот такой вот у нас медитация короткая. И сейчас я переключаю камеру и мы начинаем рисовать, потому что рисовать, как всегда, много. Линии будет много, планов будет много, и мы начнем. У нас 10 человек, которые смотрят на Фейсбуке. Отлично. Всем привет. Итак, я вам покажу просто образец того, что я сделала уже, готовясь к классу, и был уже состоялся такой класс на английском языке. То есть вот это мой пятилетний план. И вот это была первая попытка. Видите, я усилила движение. Здесь я усилила движение линий поля, а здесь я усилила сияние конечной своей цели, которую я хочу достичь за пять лет. Поэтому как сегодня будет выглядеть, какие сегодня у меня будут приоритеты, я не знаю. Этим нейрографика и увлекает, что я могу без каких-либо ожиданий форпировать свои рисунки. И это будет красиво, и это будет интересно. Итак, первое, что нам надо сделать, возьмите лист, это будет вертикальная работа. Мы будем все-таки расти, движение роста, развитие. Поэтому все, что касается развития, мы часто используем вертикальные композиции. Лагаме листа вертикално. Нагоре ще рисуваме, отдолу нагоре, като ръст, ще расте нашата композиция. И где-нибудь на четверти от верхушки, от верха листа, отметите посередине точку. Это будет точка нашего, кончика нашего Эвереста. То есть то, к чему мы будем стремиться. И от нее мы проводим две линии, рисуя такой треугольник. Сложите една точка в горната частна листа и от нея чертайте две линии, като триугольник, чтобы получить триугольник. И мы делим этот треугольник на пять секций. Немножко повыше подними, пожалуйста. Это нижний вид. И го разделяме триугольника на пет секции. Можете така малко подъгъл да ги разделите. Обычно нижняя – это самая большая. И потом я делаю специально такие угловые, наклонные деления, чтобы было ощущение, что мы идем по трейл, по какой-то тропе горной и поднимаемся вверх. Не обязательно, чтобы они прямо соединялись, но чтобы было ощущение, что я все-таки иду двигаясь вверх. Нарочно Анна ги прави така подъгъл, за да има усещането, че се движиме като по горска патека, планината се качваме нагоре. Верите. И можете себе отметить, что внизу у нас это будет планы на один, на первый год, следующие 12 месяцев, потом следующие два года, три, четыре и пять. Это для себя просто, чтобы мы имели такой хронологический какой-то план. И отбелязваме, че първата часть е за последующите 12 месяца, една година, втората година, третата, четвъртата и накрая ще бъдат плановете за петата година, пет години напред. Как заметили на пятой секции, места вроде бы меньше всего, но здесь мы хотим поставить самую важную, самую ценную свою цель, намерение сформировать как звезду. Что же у меня будет на вершине, которая будет меня вдохновлять и манить, чтобы я преодолел весь этот путь. Путь может быть непростым, все-таки мы поднимаемся в гору, и я надеюсь, что мы все будем стараться подниматься в это горо, у каждого свой темп, свое развитие, свои разные участки, но что бы у нас манила наша цель? Что же я там хочу наверху увидеть? Сега виждате, че последната петата част е най-малка, но всъщност тя ще бъде най-важната цел, към която ще вървим. Тя ще бъде звездаца, към която ще ни... Может быть, развитие своего личного бренда. А может быть, у вас цели совсем другие, и формирование личной жизни, семейной жизни, построение дома, построение какого-то очага семейного, уютного, для вас является на ближайшие пять лет приоритетом, и все ваши планы будут вокруг этого. Посмотрите, если вы хотите сузить не просто все мои планы, а сузить тему своего развития, что для вас на данные, на следующие пять лет, является самым ценным. Ако искате да изберете тема за тази пирамида, можете да рисувате по някаква тема, например, ако строите къща, или искате да си купите дом някъде, къща, апартамент, нещо, или да завършите някакво образование, или да се развивате в някаква насока, или може да е бизнес, здраве, а може да е семейство, да се ожелите, да отгледате деца, каквото на вас ви се иска да е темата, над която да работите с тази пирамида. И теперь мы начинаем формировать нашу пирамиду. Пирамида у нас будет состоять из таких ценных камней или ценных булыжников, которые мы, собственно, будем не то что собирать, а исследовать в том числе. И пытаемся, не пытаемся, а смотрим, что же в ближайшие 12 месяцев вы хотите сделать. Может быть, хотите чему-то научиться, может быть, хотите какие-то курсы закончить или получить какую-то должность, настроиться на определенные работы, и мы кругами начинаем вводить эти желания. Например, в следующем году какие-то вехи, ценные для себя, мы определяем. Мы решим круги. Прочитаем определяем нещата, които искаме да достигнеме. Всяко едно, можете да го надписвате, кръкчетата са всяко едно ваше желание по пътя на достигане на тази цяло. И можете подписывать для себя, чтобы у вас потом в конце прям целый план сформировался. Я вот себе отмечаю, но у меня, как всегда, моя тема развития нейрографики на английском языке и на русском, как видно, на болгарском тоже. Так что я себе для себя отмечаю то, что для меня важно. может быть, какие-то курсы, которые я хочу вести, может быть, какие-то ценности. Пытайтесь здесь вот свои самые заветные мечты сформировать, которые вы можете за ближайшие 12 лет использовать. Вот если бы все складывалось так, вам хотелось бы. Вот прям мечты бы сбывались, люди встречались и энергии было бы много. Вот позвольте себе эти мечты осуществить. Я хочу, а ну вот мы точно запустим новый веб-сайт. Сега опитайте се наистина да помечтаете и да си представите това, което бихте искали да стане. Анна го прави за нейния бизнес и иска новый веб-сайт и развития нейрографика в България и на английский язык и по целия свят. И я для себя прям пишу то, что вот у меня за ближайшие 12 месяцев являются прям серьезными такими решениями, серьезными достижениями. Некоторые могут быть меньше, некоторые могут быть большими. Иногда, знаете, достижение вроде бы кажется небольшое, но оно является ключевым и потом из него могут пойти совершенно разные необычные другие развития других отраслей своих, других планов. Вот, например, я хочу на следующий год закончить сертифицироваться по аналитическому коучингу. Собственное образование себе тоже сюда, конечно, пишите. Может быть, какие-то вы хотите приобрести дом, квартиру, особенно если это прям такая мечта-мечта. И вы посмотрите, это является основательной мечтой в ближайшие 12 месяцев или она будет где-то выше на каком-то. Может быть, у вас для начала вы захотите найти работу более оплачиваемую или захотите съехать от родителей и жить сперва отдельно, а через два года, например, купить свое жилье. Вот, позвольте себе по этой горе найти, где же моя мечта, где же мои планы сейчас находятся, где же они будут наиболее реальные. То есть, я, допустим, знаю точно, что у меня идет наверху, какая моя самая заветная мечта на ближайшие пять лет, и я позволяю смотреть, а как я к ней буду двигаться, что же я сперва должна пройти, что же я должна, чему научиться, какие навыки, какие достижения могут быть у меня в промежутке. Так, здесь у меня будет статация. Здесь они могут быть на пересечении тропинки, то есть, они не обязательно будут четко отделены один и два, то есть, они могут пересекаться, они могут опираться друг на друга, пересекаться между собой, уходить за пределы листа в том числе. Так что, удачи вам, собирайте свои планы, если у вас есть какие-то интересные свои планы, то не стесняйтесь, делитесь с нами, потому что это, конечно, очень интересно узнать, о чем, какие планы люди строят. Может быть, достижения, которые вы хотите сюда написать, они могут быть не обязательно материального характера, они могут быть, например, избавиться от страхов или найти хорошего доктора, излечиться от какой-то болезни или начать практиковать какой-то метод. Для вас это может быть тоже очень ценным и очень важным. Аня, у нас вопрос в Фейсбуке спрашивают, если тема будет две темы, можно на две темы рисовать вместе? Ну, конечно, можно, конечно, можно, посмотрите, как, иногда мы думаем, что темы не связанные между собой, а они могут быть взаимодополняющими или взаимоисключающими в том числе, например, время дома и карьерный рост, они, как правило, это темы, которые конфликтуют между собой. И будет такое, вы посмотрите, чего же больше у вас все-таки каких планов, приоритетность какая, в какую отрасль идет, потому что тоже может быть, знаете, хочу хорошо, вкусно покушать и при этом хочу лишний вес убрать, тоже они могут быть в конфликте каком-то, и вам будет важно посмотреть ценности. Вы увидите, есть ли баланс между этими темами или нет. И чтобы был баланс, что надо добавить, в какую отрасль надо увеличить свое внимание. Так. Можно я только скажу два слова? Да, может, да комбинирате теми, няколко теми, две теми или повече, стигат те да са да се една друга да си помагат, а стигат да не си противоречат. Защото може, ако искате да имате добро семейство и да отделяте време на семейството и да имате време за бизнес, трябва да видите кое време, как да приоритетизирате времето си и също така глядайте в следващите години какви са следващите стъпки. Ако вашата крайна цел е да имате апартамент или отделно жилище, накрая какви стъпки може да направите още сега за да стигнете до там? Не, сейчас интересно такое пришло понимание, что в прошлом году я формировала карту желаний и на ней прям себе там написала что вот марафон, марафон хотелось мне очень сильно пробежать марафон и пробежать не пробежала но уже второй марафон запускали а ты думала марафон проезжай я хотела его физически пробежать но вот у меня получилось что у меня несколько марафонов за этот год произошло но они все связаны с рисованием они с бегом так что она вроде бы проиграла но проиграла совершенно по-другому интересно как это интересно да Анна споделя че миналата година когато е правила план за тази година си е рисувала и е имала желание да участва в маратон и ето тази година вече два маратона прави но е планерографика не е с физическо тичане на маратони така че много интересно се получават нещата и некоторые могут прям уходить у вас за пределы то есть может быть вы уже что-то какие-то действия начали делать и может быть они уже начались даже раньше может быть вы начали там дом строить и вот хотите чтобы в этом ближайшие 12 месяцев он закончился и круг может уходить там за пределы вот посмотрите если вы еще не знаете название некоторых кругов но вы чувствуете вот что здесь вот прям точно что-то должно быть вот оно что-то прям фундаментально важное и вы можете нарисовать круг посмотреть значение ценность этого круга для себя а потом уже постепенно ваш мозг может придать интерпретацию этому кругу пустых кругов как правило не остается мозг очень быстро находят интерпретации может быть вы дойдете до вершина и поймете что же у нас внизу вспомнила что у меня внизу а это здесь как раз изследование хочется изследование дори да не се сещате за какво са различните кръпчета нарисувайте ги и докато стигнете догоре може да се сетите за какво са за какво е било кръпчету акувиси раката виск дагуна рисува так а это профессиональные чтобы часы стали чтобы наши курсы признались так и посмотрите что уверенно ли у вас заполнена первая часть или есть какие-то слепые пятна может быть что-то еще хочется добавить так и мы смотрим если совсем планы не идут и вот просто получается что мозг кипит а сформулировать свои желания не могу можно сделать еще следующим образом вы можете начать поднимать энергию снизу вверх нейролинии просто поднимаете ее и выпускаете наружу вот вот это тоже возможно просто активизировать сам поток войти в этот поток войти в в энергию что еще важно здесь отметить если вы формировали уже планы на первый год посмотрите может быть вам действительно не хватает какой-то помощи это может быть учитель это может быть доктор это может быть метод это может быть какое-то знание вот вы можете вокруг этого своей пирамиды найти привлечь эти ресурсы внешние ресурсы в свое поле вот если я вот прям точно знаю чего нам не хватает нам не хватает маркетолога ако не се същате какви са стъпките които трябва да предприемете и какво трябва да планирате може да започнете да рисувате нюролинии отдолу нагоре и да окръгляте също ако имате нужда от ресурси за да постигнете някои ваше желание можете рисувате кръгове които са отстрани които да са помощни които трябва да помощта да дойде отвън за да се постигне нещо и кога мы запълняем первый год своей жизни вы можете постепенно начинать округлять какие-то пересечения если у вас уже много пересечений а можете начать формировать второй год вот посмотрите что у вас какой порядок идёт если чтобы не было перегруза можно начать постепенно округлять пересечения и можно продължать формировать свои планы на следующие два года например через два года точно знаю что я хочу так може да започнете вече втората година да си направите кръгчетата за втората година за нещата които планирате или да окръглят всичко за да не сте претоварите за да Что бы вы дальше развивались? Может быть, после этого диплома, что следующее захотели бы вы изучать? Куда бы дальше пошли учиться? Или, может быть, захотели бы пойти работать или открыть свой бизнес? Посмотрите, как у вас развивается камни. Они могут увеличиваться, потому что чем дальше мы заглядываем в будущее, тем оно становится более масштабным, но каких-то важных аспектов становится все меньше и меньше. И нам сейчас ценно определить приоритеты некоторых своих желаний. Их не обязательно должно быть через два года 20 штук. Их может быть 3-4, но они будут для вас самыми ценными, самыми большими. И вы всегда можете вернуться ниже, если вы чувствуете, что... О, я вспомнила, я хочу вот то-то, то-то. И я хочу еще добавить сюда круги. То есть можно их добавлять. Не стесняйтесь. Я хочу добавить сюда точно еще один круг. Добавляем. Ако искате да се върнете назад и да добавите нещо в предишната година, когато се сетите, може спокойно да го направите и да добавите, когато се сетите. Так, и продолжаем двигаться вверх, поднимаем... По своей горе мы поднимаемся вверх. У каждого она своя. И добавляем, какие планы мы хотим ввести. Так, что у нас здесь у меня... Что у меня через два года-то... Ох, что-то прям как-то это... Может быть, какие-то... Прямо у вас есть математические ожидания. Хочется продажи своей какой-то книги или, может, хочется продажи подписчиков в своей группе или на своем канале. То есть посмотрите, может быть, у вас есть конкретные какие-то цифры. Не стесняйтесь, увеличивайте их до размеров, которые вас действительно вы хотите. Мы все-таки верим в то, что мы формируем намерение в очень сильное время. Время огромных энергий. И позволить себе об этом мечтать мы, конечно, можем. Свободно. И продолжаем двигаться вверх. И рисуем. Рисуем точно так же мы, когда у нас сформировалось, допустим, два года, смотрим, аж нужен ли мне какой-то помощь какая-то. Нужны ли мне какие-то знания, которые я могу привлечь извне. И добавляем себе каких-то помощников или помощников не только людей, но и информационные тоже ресурсы могут быть. У вас могут появляться какие-то интересные, необычные желания, которые вы никогда до этого не формировали. Вот позвольте этим желаниям, конечно, здесь выплеснуться. Потому что всегда что-то происходит в первый раз, поэтому не стесняйтесь, рисуйте. И смотрите, наблюдайте, как ваше тело реагирует на это эмоционально, что происходит. Вот интересно, что я добавила один ресурс, который до этого, сколько рисовала рисунков, ни разу не думала, что это важно. Вот через два года это может быть очень важным, реально. Если все пойдет так, как я хочу, то это может быть очень важным ресурсом внешним. Дальше мы идем, что через три года у нас какое идет. Так, еще хочется. У меня почему-то все-таки первый год, он самый, по поводу него, самые большие планы. Самые большие. Так, что еще хочется. Турка, давай я пари ви до немножечка. Даже ако имате нещо, което не сте, ви е изненадващо, че се сещате за него, че искате да направите, добавейте го, защото сега ние фантазираме и не се знае какво ще стане след няколко години. Позволяйте си да пофантазирате и също така да фантазирате и за ресурсите, които ви идват. Можеш въключить там звук от другого? Усех, въключай, а потом си въвключим, пожалуйста. Все, въключила. Спасибо. Так, если какие-то вопросы есть или на Фейсбуке, или у наших участников в прямом эфире, пожалуйста, задавайте, комментируйте, потому что очень интересно, какие желания у вас. Вы, может быть, вдохновите, и все захотят этого. Может быть, оно действительно является таким ценным и фундаментальным, что каждому стоит добавить свой план. Может быть, восстановить отношения с каким-то человеком вы хотите. Это тоже может быть где-то важной вехой в достижении на каком-то из этапов. Может быть, вы хотите участвовать в каком-то соревновании или какой-то необычной что-то хотите выучить. Вы даже еще не знаете. Может быть, вам через три года будет интересно бейли-дэнсинг или йогой инструктор сделать стать. Или, может быть, захотите пойти на инструкторский курс по нейрографике. Вот позвольте себе определить, где же на этой горе своей вы хотите что-то необычное сделать. Может быть, прыгнуть с парашютом или какое-то необычное решение, которое не является особо логичным. Но оно ваше желание. У вас там туда идет энергия. Вы туда вкладываете свои надежды, эмоции в том числе. Вот выплесните эти эмоции, нарисуйте, посмотрите хотя бы масштаб этого желания. А то вот многие там, я хочу прыгнуть с парашютом, я хочу прыгнуть с парашютом. И все это вот уже, я просто про себя говорю, поэтому и все, оно вроде бы есть желание. А вот я его себе сюда нарисую через три года. Как раз, вот у меня как раз дети будут уже все в колледже. Я себе пойду. У нас есть с мужем договоренность, что как только дети, все наши дети закончат обучение, я уже могу рисковать. Я уже могу и прыгать с парашюта. Он все боялся, чтобы ему одному детей не воспитывать. То есть вот я себе парашют нарисую. И удивительно, что оно такое большое. Хотя я знаю много людей, которые... Это на самом деле в Америке столько сейчас возможностей это сделать. Это делается все достаточно безопасно. И никакого там особой подготовки какой-то не надо. То есть, когда прыгаешь прицепом к другому инструктору, конечно, все равно риски всегда есть. Ако имате някакви желания, които тайничко сте си таяли, но не сте си позволявали да го направите, като да скочите с парашют, все си казвате, е, някой друг път, е, някой друг път. Нарисувайте си го. И вижте какъв размер ще бъде и в коя година ще отиде то. Может быть, вы хотите научиться ездить на мотоцикле. Или, может быть, какое-нибудь... Позвольте себе авантюру какую-нибудь в своих желаниях. Потому что мы все настолько сконцентрированы на то, что надо сделать вот это, достичь вот этого, сфокусировать внимание здесь. Вот в свои планы уделите время для того, чтобы вы были счастливы по-настоящему, чтобы у вас пошел драйв, чтобы был азарт жить и смотреть в будущее. И когда теперь я буду думать про... Через три года, это получается у нас какой? 2023? Так, ясно. Ну, вот к себе там на 45-летие, наверное, и прыгну. Позволяйте си да има авантюра. Дали ще бъде да яздите кон или да участвате в бодибилдинг. Так, нещо, което да ви възбужда любопитството интереса и желанието да живеете и да очаквате това събитие да стане. А может быть, какой-то момент, который вы давно пытались сделать, вкладывали туда кучу времени, внимания. И оно для вас может быть совершенно нерациональным. Например, я знаю, что есть люди, которые несколько лет тренируются, чтобы сесть на шпагат. Вот для них это прям цель, хотя оно никак не влияет вроде бы ни на какие другие моменты. Ну, вот поставьте себе такие цели, нерациональные тоже. Они имеют место быть, потому что на каком-то уровне для себя они имеют значение, они имеют удовлетворение, принесут вам. Вот что может вам еще принести удовлетворение? Может, у вас есть планы каждый месяц читать по новой книге? Это тоже интересно. Может быть, у вас есть план выучить язык иностранный? Где на этой пирамиде он будет? Так, у нас в прошлый раз был интересный план. Акцент редакшн, да? О, я забыла. Да, нарисуем его сюда. Английский. Английский. Инпрув. Столько говорим, надеялся сейчас, что это... Из планов может быть какое-то место, которое вы давно хотели посетить. И оно не обязательно должно быть и в другая страна. Может быть, вы хотели посетить какой-то монастырь, святое место. Может быть, вы хотели съездить к себе на родину или сходить в театр. То есть это все тоже может быть... Я надеюсь, что вам не придется пять лет ждать, чтобы пойти в театр. Но вот какие-то важные моменты, важные места для вас, они тоже могут быть здесь представлены на этом рисунке, на этом своем собственном эвересте. И добавляйте точно так же, если идет мало энергии, не стесняемся, поднимаем все больше и больше энергии снизу. Поднимаем ее, выпускаем наружу. Такие наши антенны. Мы просим Вселенную синхронизироваться, в том числе с нами. Это еще больше мы усилим, когда будем вводить линии поля. Но на данный момент мы можем сделать это и таким... Просто линиями поднимать, нейролиниями поднимать всю энергию снизу. Так, и что у нас это получается? Третий год, кроме парашюта здесь. Интересно. А, вот что я хотела. Я хотела здесь еще такой... World Tour такое сделать. Путешествие. Around the world? Around the world, да. Прямо проехаться с такими семинарами, динамики графики или с чем-то другим. Ну вот, чтобы это было... Конечно, если вот она книга на втором году, то, конечно, на третий, то надо ехать уже. Все же логично. Ты же даже не поспоришь. Вот. У меня пошел рост каких-то вообще уже таких диких желаний. Ну, не буду себя ограничивать. Буду выплескивать на лист, потому что посмотреть, насколько мы вообще позволяем себе мечтать, это тоже очень ценно. Потому что если... Старость, она когда к нам приходит? Когда мы не смотрим в будущее. Когда мы не позволяем себе быть любопытными про будущее. Вот когда нам неинтересна жизнь. Вот позвольте себе насытить себя интересом, любопытством. У нас на английской группе рисовало несколько людей, которым уже по 70 лет или на грани 70 лет. И вот они себе вот это любопытство рисовали. Они рисовали, чтобы было интересно жить, чтобы было интересно строить планы. Причем планы могут быть совершенно необычными. Планы в 70 лет могут... Я вот буквально вчера читала отзывы наших студентов по... Там планы могут быть восстановить именно отношения с любимым человеком. И сходить на свидание, сходить на... Уже со своим мужем, с которым ты 30 лет прожила. Вот именно восстановить вот эти доверительные любопытства друг в друге возродить. Чтобы было интересно и поговорить, и помолчать вместе. То есть вот рисуйте себе такие ценности, которые... Не надо никому объяснять. Если для вас это важно, то почему же нет? Почему же? Может быть... Еще тут такой момент. Если вы планируете ребенка, вы его тоже можете себе здесь нарисовать. Но я не знаю, насколько это будет фундаментальным камнем на самой пирамиде, но вы можете его привлечь в свою жизнь. Позвольте ему как воздушному шарику здесь где-то рядом быть и такой энергетической ниткой его привлечь. Так, шутея. Да, я сейчас немножко переведу. Може да нарисувате... Ако искате да имате дете, може да го нарисувате на някоя част от пирамидата. Също така, ако искате да имате хармонични отношения с вече настоящия или с бъдещия си мъж. Може би сте женени дълго време и сте изгубили тръпката. Може да си нарисувате такова нещо. Може да... В английската група имахме няколко участници, които бяха на 70 години. Те рисуваха интерес към живота, да им се появи отново. Така, че нарисувайте неща, които да ви дърпат, да ви стимулират да живеете активно и да сте щастливи и радостни. Пишете какво сте си нарисували в фейсбук групата. Смотрите. И на вершине, на самой... В вершине. Мы рисуем то, что я хочу, чтобы... Чего я хочу достичь через пять лет. Вот самую заветную свою мечту. Может быть, их несколько, конечно. Но вот то, что будет для вас сиять, как маятник, ой, маятник, как маяк такой ярким светом. Вот позвольте себе его нарисовать. Того размера, который вы чувствуете, это будет адекватно для этой цели. Это может быть... Вы захотите потом ее даже увеличить. И посмотрите, что-нибудь еще из... Чтобы эта цель осуществилась. Может быть, что-то еще вам надо научиться делать до этого момента. То есть, может быть, какие-то новые знания еще нужны. Или люди, которые могут помочь вам. Ресурсы. Позвольте себе это добавлять во внешний мир, во внешнее окружение свое, чтобы было желание, чтобы было основание. То есть, чтобы у вас возникло желание, что это реально. Смотри, если я вот этому научусь, вот этому научусь, и у меня есть пять лет на это, так мое желание является не просто фантазией, не просто иллюзией, о которой я, как в сказке, представляю себе. Оно, в принципе, имеет основание быть. Может быть, не через пять лет, может быть, через шесть, может быть, через десять, но оно имеет основание. То есть, вот посмотрите, что для вас является ценным. Так, а у меня вот здесь... Най-отгоре сложите един кръг, който да е нещо голямо, достигане на тази цел по темата, за която сте рисували, и погледнете дали колко е реализируемо и какви други неща под него може да дорисувате, които да ви помогнат да достигнете тази цел. И усетете, че тя е възможно и е достъпна, може би не след пет години, може би след повече или по-малко. Времето е относително. Не можем точно да знаем кога ще стане, но е со всему сочувствиму твакуето, если бы уставили к этому голямо целу. Если вы хотите построить семью, но на данный момент еще даже нет избранника, тоже привлеките, посмотрите, где, на каком этапе, на каком уровне он является. Привлеките его в свою жизнь, пригласите в свою жизнь. Вы в этом случае будете себя готовить, к встрече с этим человеком. Чтобы кого-то встретить, надо быть готовым к этой встрече. Вот посмотрите, в какой момент вы будете готовы. Мы все говорим, ой, я сейчас уже готов получить миллион долларов. Вот это обычно большое заблуждение, потому что мы часто не понимаем сложности, которые возникают. Вот подготовка себя каким-то большим целям. Это тоже процес. И мы сейчас именно делаем это подготовка. Ако искате да създадете семейство, но още нямате партньор, погледнете на кой етап, на къде в пирамидата бихте искали да привлечете този партньор. Кога ще се почувствате готови да се срещнете и да имате такъв партньор, защото понякога ние си мислиме, че сме готови, но всъщност не сме съвсем, нещата не са точно така. Нарисувайте си го и усетете какво трябва за да се подготвите за този момент да се получи. И если еще что-то вам захочется добавить, вы, пожалуйста, добавляйте. Если какие-то ресурсы внешние вы добавили, обязательно себя свяжите с ними. Свяжите нейролиниями, свяжите большим количеством нейролиний. Можете некоторые ресурсы, которые вокруг вас, поисследовать больше. Прямо специально поизучать их, полюбопытствуйте о них. Что же они для вас значат? Сделайте их наиболее наполненными, наиболее интересными для себя, чтобы было прям азарт. Вот я хочу этого человека привлечь в свою жизнь. Я хочу это знание приобрести. Мне оно интересно. Можно скорее больше даже как исключение из правил, но если что-то требует, имеет эмоциональное напряжение, вы сделаете такой мини-выброс внутри этого ресурса. Это тоже может вам помочь распаковать энергию, снять ограничения и пойти дальше, развиваться в рост. Часто свои негативные ресурсы мы можем просто поменять вектор, то есть градус, то есть с минуса на плюс очень часто меняем. Мы очень легко меняем с плюса на минус. Это от любви до ненависти огромный такой легкоопыт у всех, я думаю, есть в своей жизни. А вот мы же можем точно так же менять и с минуса на плюс. Это же чистая энергия, которую мы можем ее использовать в своем варианте, в своем развитии. Вържете външните ресурси, които сте нарисували отвънка, за да ви дойдат. Вържете ги задължително с пирамидата и може някакви да добавите как колкото неща искате, когда ты искате. И я уже себе, конечно, миллион линий нарисовала. Я сейчас меняю на более такую тонкую ручку. И самое интересное, что пошла первым делом разукрашивать и округлять свой парашют. Наверное, все-таки я прыгну с ним. Наконец-то я прыгну уже. Мечтаю об этом 20 с лишним лет. Наверное, уже скоро придет время. Мы не делаем жестких рамок временных. То есть у нас вроде бы есть этот план пять лет, но понятное дело, что если у вас будут складываться все обстоятельства, чтобы исполнить какое-то из желаний раньше, это замечательно. Используйте эти возможности. не стоит это откладывать на сказать, что ой, знаете, я вот не хочу сейчас с вами знакомиться, потому что по плану вы у меня через три года. Но может быть план у вас становится более плотным и впереди есть гораздо выше цели, гораздо больше какие-то яркие, более яркие, более значимые для вас. Самое важное, что мы сегодня делаем, это в свое сознание приносим какие-то вещи из вашего бессознательного, какие-то мечты, надежды, фантазии мы приносим из бессознательного на поверхность и видим уже осознанно, принимаем решение, а что же мне для этого надо, в каком направлении мне надо развиваться, какую школу мне надо пойти, потому что мы часто столько вариантов благоприятных возможностей пропускаем мимо, потому что мы не знаем чего хотим, а теперь у вас нарисовано чего мы хотим, вот я даже может быть и не удивлюсь, если вдруг завтра какая-нибудь реклама придет, давайте прыгать с парашютом, если что. Подготавливаться очень тоже сейчас из-за того, что я много участвую и вынуждена читать много разных описаний опыта нейрографического, как нейрографика влияет на людей, вот эта синхронность со вселенной, она, конечно, поражает, вот реально у людей на двери оставляет сообщение, что даю уроки такого-то мастерства, который человек мечтал всю жизнь научиться, и вот буквально после того, как прорисовывается, оно происходит, люди появляются, учителя появляются, вот, так что. Аня споделя, че при всичките това, което преподава и наблюдава в нейрографиката, нещата при хората наистина се случват точно както те са си ги нарисували и даже много бързо идват хора при тях, които им предлагат уроки, каквито те са имали желание да научат или нещо подобно и тя дори няма да се очуди, ако следващите няколко дена получи предложение да скача парашют, защото си го е нарисувала, да скача с парашют едно от желанията и вие бъдете готови дори да сте си нарисували нещо след 5 години, след повече от една година, бъдете не го не се очудвайте ако то се случи по-рано ще зависи от това кога сте готови тази рисунка рисуването на тези желания ще ви помогне по-бързо да станете готови да бъдете готови да приемете тези неща понякога е въпрос на време тайминг подходящо време и когато времето е подходящо то ще се случи може да не с това време с което сте си нарисували плановете но когато сте готови когато има такава възможност да се получи то ще стане так я вспомнила свою одну из своих мечт которые даже не знаю куда ее спихнуть но сейчас я ее просто просканирую у меня есть такая одна из моих мечт пройти путь Сантьяго и уже даже я планы были в этом году его пройти но все с карантином как-то все накрылось я вот просто сканирую по руке рукой по своей пирамиде смотрю где же он может быть реальным вот где вот этот я могу себе позволить ну вот почему-то может быть на следующий год я сюда его просто нарисую большой такой круг тоже как вариант Сантьяго да учили про велосипед книгу которую написал это на самом деле не на велосипеде это пешком по горам там просто ты проходишь по горам там специальное есть выстроено это Европа в общем путь такой непростой путь Сантьяго да в Европе ну оно да там есть вообще это в Европе происходит не в Южной Америке в Южной Америке там это другое то есть там путь с другом здесь много да конфуза по поводу того что где это все находится ну да вот я не совсем я не знала и там даже есть выдают потом ты можешь зарегистрироваться и если у тебя как бы с целью духовного роста тебе надо сперва прийти в определенную церковь тебя там как бы такая у них церемония благословения таких паломников не обязательно она религиозная она может быть просто духовная и там тебе выдают ты регистрируешься естественно заранее но тебе выдают какой-то буклет в котором ты отмечаешь какие-то очень важные пути майлстоун такие где ты был там специальные печати тебе ставят и в конце выдают диплом что ты прошел этот путь но это такая как подтверждение но на самом деле там ценность то в самом пути как ты ищешь себя в этом пути это путь к себе к себе самому как минимум я хочу его нарисовать здесь для себя чтобы напоминать себе возможно этот путь к себе будет и не таким физическим он может быть пройти просто на другом уровне встретиться со своими страхами со своими какими-то разочарованиями и найти в этом силу вот как я прям надо было три раза нарисовать эту пирамиду чтобы вспомнить о своей мечте вот удивительно так что если из вас есть кто-то желающий пройти по центру может быть потому что она у тебя уже запланирована то есть можно как бы она уже нет такого жесткого плана нет там то дело что было оно все еще на уровне мечты да я люблю путешествовать у меня путешествия наверное надо было а ты как думаешь надо было путешествия на каждом в каждом году рисовать я наслевала в первом большие может быть надо было повторять ну смотри как для тебя важно если тебе важно именно каждый год выделять время на путешествия то есть и считаешь это прям серьезным событием для себя духовно таким важным энергетически вдохновляющим стимулирующим мотивирующим что конечно можно рисовать и каждый год но а если путешествие является для тебя ну как бы естественным мы же здесь не прописывали каждый отпуск свой то есть если это является просто ну да мы каждый год ездим два раза в путешествие то есть поэтому если оно для тебя не является чем-то таким что ты прям вдохновляешься и планируешь именно то оно не стоит его прям так сильно прорисовывать может есть какая-то конкретная страна которую ты хочешь посетить вот ее можно прорисовать в своем месте это здесь у каждого свою индивидуальность то есть некоторые по работе ездят каждый месяц куда-то и для них может быть мечта месяц провести на даче то есть у каждого по-разному не я думала если я нарисую это как перемена в жизненном в том как я живу жизнь то есть в этом в следующем году я меняю я начинаю путешествовать это у меня становится ну это тогда это действительно веха такая что да я начинаю делать что-то необычное для себя я начинаю это будет моей потом приоритетность меняю то конечно не надо каждый раз на каждый год ну если ты считаешь что тебе самое важное ценное здесь начать и потом просто то это смотри по своим ощущениям здесь же мы же интуицию включаем это оно важно я вон тебе world tour нарисовала кругосветное путешествие так что всем хватит попутешествовать может быть у вас какие-либо такие мечты поплавать с дельфинами поездить на слонах на верблюдах спуститься на подводной лодке подняться на воздушном шаре все такие прикольные разные мероприятия так у нас восхищается сколько много линий на твоем рисунке сколько ты будешь округлять ну это вечер перестает быть том мы просто будем сейчас рисовать на самом деле два часа мы будем сейчас укладываться надо просто ускориться мои мои линии всегда их много потому что я человек больших мечт то есть у меня всегда много здесь даже больше линий не от самих пересечений не от самих линий а от пересечений вот именно желаний как сюда я писала уже в этот раз специально писала карандашом чтобы видно было но они у меня все равно все так да трудно видеть после после округлений после много линий величка Анна каза че около два часа ще трябва да округля округля всичко и това е нормално занятие така си поправи а при вас как и при вас има ли много округля на два часа если работа занимает это нормально естественное состояние два часа за нас и нормал да как бы иначе мне не получается получить удовольствие от округлений я вчера просто для того чтобы понемножечко отдохнуть вот у меня один рисунок за вчерашний день и вот у меня второй рисунок был тоже за вчерашний день и каждый тоже с огромным количеством линий на определенные темы которые для меня на данный момент сейчас очень важны так что я рисую постоянно вчера я рисовала тези два рисунка по два часа каждый рисунок может быть и больше потому что один не закрасила только линии нарисовала и плюс еще марафон и още рисува за маратона на щастието у меня нормально если вот такая ручка уходит за день я хаби по една химикалка такава за один день мастил от една химикалка исхабява за один день это нормально за меня ну и как подтверждение вот у меня целый пакет это пустых ручек я их не выбрасываю потому что в них можно менять стержни и они будут еще работать но как видите здесь их наверное уже штук 30 у меня у вас есть празднованные химикалки който я после может докупить новые полнители утверждение затвоколку я рисовала новых нейронных связей у меня сформировалась за последний год я не знаю сколько наверное линии которые нарисованы хватило несколько раз вокруг земли пройти колкото замах большой замах будет просто круче идти вверх динамичнее энергичнее тогда выше цели быстрее путь величка тебе говорит она ты номер один первый по нумерологии и поэтому у тебя много желаний у тебя одиничка по нумерологии да у меня есть такое мне все больше и больше приходит информация именно от нумерологов про я надеюсь что у нас очень скоро будет гость программа именно по нумерологическое со своим уникальным авторским инструктор нейрографики скоро ще имаме гост който е нумеролог и също инструктор по нейрографика и ще има интересно надеваме се скоро да бъде величка казва че тя има много линии величка говори что и у нее тоже как у тебя много линии и она тоже у нее единичка по нумерологии вот така вот у нас судьба рисовать мечтать и скруглять гармонизировать нели кралева приглашает тебя на консультацию по твоей матрице но у тебя уже есть консультация да у меня уже в этом плане Мария большое спасибо или большое спасибо за приглашение я пытаюсь пока переварить то что мне Мария Гейко рассказала про меня и много действительно все очень все в точку все ценно нели предадох на Ана че канечна консултация в матрицата тя си направи консултация с Мария Гейко и още го смисля всичката информация но ти е много благодарна за това че го предлагаш благодаря и аз много благодаря ти направи и беше чудесна консултацията аз съм много доволна също Величка казва че при нея номер 7 не едно Величка говори що у нее 7 номерологически номер не е един я перепутала Мои желания повторяще Величка говори що ее желания повторяются они могут повторяться на разном уровне то есть вы знаете я могу нарисовать что я хочу написать книгу каждый год но это же будут разные книги для меня так что посмотрите может быть конечно я не знаю если у вас желание выйти замуж каждый год это другие желания но есть некоторые желания которые неестественным образом могут повторяться да Величка вие разбрахте също това което она каза че желанията могат да се повторят на различни нива и ако имате желание да напишете книга всяка година това ще са различни книги аз го превеждам за другите хора знам че разбирате руски но все пак има някои хора които не го разбират за да не се чувстват визуализирование посмотрите вот по этому варианту по этому алгоритму очень хорошо видно насколько мы принимаем помощь от других вот если у вас стоит одна гора и больше никого вокруг нету ни одного кружочка вокруг нету то это говорит о том что вы привыкли идти как бы вот в такое важное ценное путешествие может быть даже местами и опасное потому что ну как бы жизнь разная бывает разные события и вы идете туда один совершенно не приглашая каких-то попутчиков каких-то помощников ресурсов внешний не используйте вот обратите внимание чтобы у вас все-таки были эти помощники чтобы вы научились принимать помощь чтобы вы научились видеть эту помощь которую другие люди вам могут дать могут предложить и им будет полезно потому что когда они становятся вашими попутчиками вы становитесь их попутчиками вы являетесь помощником для них в том числе или вы все-таки такой волк-одиночка который идет и никуда больше ни на что не отвлекается он идет просто к своей цели сейчас пока ты говорила я подумала давай организуем этот Сантьяго тур и пригласим людей рисовать нейрографику вместе с нами по туру слова не женщины но бизнесмена что слова не женщины а бизнесмена сразу же и группу собрать и ну это ну как вариант рисуй посмотрим но ты заговорила о группе ты заговорила о других поэтому не то что это делать бизнес а чтобы это делать с группой и если цель группы еще и нейрографику рисовать вместе не знаю это сколько карандашей тащить с собой ну три карандаш три цвета будем менять интересно это интересное решение посмотрим посмотрим надо подумать надо нарисовать все я предлагала двум инструкторам нейрографики в прошлом году пойти на тур но девчонки не согласились по горам идти это непростой путь физическая должна подготовка быть значит надо к этому тоже надо готовиться о я уверена что из Болгарии много там высокие горы люди ходят по горам так что нам нам будет легко болгары такие чем дальше слышу тем больше слышу тем больше хочется посетить ваши места роды да надо будет в твой тур в твой тур околосветский включить надо теперь подумать как это все организовать непонятно на следующий год вообще у них будут ли они открывать паломничество потому что это тоже там у них миллионы людей проходят карантин все же закрыто было да нет люди все равно люди то все равно но это нелегально люди да не есть и легально есть и легально надо просто знать они нелегально не пускают надо наоборот все легально я в нескольких группах женщины которые ном номады номады и они если есть желание если по своему желанию не остановились есть возможности этот что за группа я первый раз такое слово то слышу номад номад это человек который паломник не паломник а который не живет на одном месте а кочевые такие кочевые да и этот термин сейчас используется много молодых не только молодых много людей начали это использовать потому что появилась возможность работать по интернету и не надо ходить на работу да и поэтому можно путешествовать по всем в многих странах мира почти везде есть такие комьюнити для таких людей где можно есть быстрый интернет где можно там если офис какой-то надо что-то распечатать или что-то ну вообще сейчас мало чего печатается но есть такие где можно hubs такие для них устроены и они путешествуют там в зависимости от визы в некоторых странах там по 6 месяцев визы не надо выехать в других странах больше погоду или там разные визы в Болгарии тоже есть такие в Банску в горах есть несколько таких общин ну как центров общин везде есть не только но которые популярны они в Банску это такое место городок где лыжный спорт и в горах тоже красивое место очень когда у тебя дети немножко все усложняется в этом вопросе да да но есть люди которые даже с собаками ездят почему бы не с детьми собаку в школу водить не надо сейчас есть школы же онлайн тоже ясно то есть ты это намеренно сорваться с места не я говорю что есть возможности намеренно я еще себе этого не рисовала надо порисовать как как Аня говорит надо порисовать надо подумать да вообще порисовать это значит подумать на это посмотреть как вообще реагируешь на это это твое не твое а то мы часто принимаем чужие мечты за свои и вот все хотят все хотят попасть в Париж увидеть Париж и умереть все хотят и я значит должна туда тоже попасть а потом выясняется что ну может быть он и хотелось в другое место а хотелось наоборот в Толинцию какую-нибудь а не сам город в Египет на пирамиды и в Париж и в Лион и туда и сюда и везде захотелось мы много путешествовали одно время в прошлом году в этом году конечно у нас много работали и не путешествовали а вообще складывается впечатление что города конечно все очень красивые вот эти туристические Рим Париж Лондон Берлин они все очень интересные но после какого-то момента они все становятся для тебя одинаковыми это просто большие города вот поехать и посмотреть природу вот природа она настолько в каждом месте уникальна и провинции все вот эти пригороды они гораздо интереснее у нас самое одно из самых любимых наших путешествий с семьей оказалась Ирландия которая конечно потрясающей красоты Ирландия Шотландия Шотландия совсем другая не такая как Ирландия и Новая Зеландия ну в Новой Зеландии мы еще не были но тоже она у нас в нашем списке есть куда хочется съездить но вот у каждого кто-то вот именно ездит по большим городам мы теперь хотим попробовать поездить по провинциям посмотреть немножко другое совершенно представление о стране о людях о традициях потому что в большом городе все-таки это больше вы знаете как в Россию поехать Москва это не Россия это все-таки совсем другие настроения энергии совсем другие даже люди там другие не хуже не лучше просто они другие если я сравниваю другие какие-то города они сильно все отличаются смотреть мир смотреть страну и делать вывод только по столице это конечно заблуждение неправильно так делать надо исследовать разные варианты страны не знаю теперь когда у нас возобновятся наши чудесные путешествия а вы как ездите с группой или сами ну у нас 4 человека семья вот тебе и группа сами себе все резервируем самое интересное стало когда сейчас используется airbnb и когда ты живешь в квартирах других людей и видно вот все-таки в отелях приезжаешь они все одинаковые особенно если ты одну и ту же сеть отелей используешь вообще никакого никакой уникальности в том что что в Америке что в России все одинаковое может быть чуть-чуть отличается еда в ресторане а когда ты живешь в квартирах то это настолько свой интересный колорит какие мебель какая обстановка на кухне то есть во всем чувствуется разница в культуре и это конечно такой тоже своего рода аттракцион нам еще аттракцион хорошая квартира или не очень но все равно это тоже интересный какой-то момент потом тебе приходится много общаться чтобы договориться по поводу квартиры много приходится общаться с местным населением и это тоже интересно видно разные какие разные люди встречаются и чувствуется разные подходы ко всему были такие тоже интересные знакомства встречи с такими людьми с кем-то и просто встретился и встретился и дальше пошел некоторые прям западают в душу сейчас очень интересно народ много общается и общается на разных уровнях я же очень много всяких и можно путешествовать и дом оставлять свой по обмену ты позволяешь кому-то жить в твоем доме а ты будешь жить в чем-то другом доме это тоже есть свои такие нюансы вариантов много ну не знаю сейчас столько приходится работать чтобы путешествовать выделить время даже будет и не так легко кочевые это те кто работают наверное по 2-3 часа в день да нет они могут и больше работать конечно больше работают на 2 часа в день нельзя столько много заработать чтобы куда-то поехать и держать себя но если ты живешь в комьюнити в каком-то может быть да да есть варианты и если зарабатываешь в Америке а живешь в другой в другом стандарте сколько лет назад ездили мои знакомые в Индии можно было за 10 долларов в день есть и спать но не в городах больших да я думаю что за 10 долларов можно найти место в Америке где можно жить и спать другой разговор что ты хочешь захочешь что в этом месте жить и спать или нет здесь долларов спать есть в Юту съезде совсем другие расценки дешевле есть же разные места так я закруглила все свои тысячу милион естествено милион и начинаю пускать сюда лаво мое запустили от прям красна у меня до этого не было ни одного красного цвета а я започваме да въвеждаме цветове ако сте свършили да осветявате я себе купила 72 цвета призма калър но много из них не очень употребляема потому что столько много серых и черных и бежевых коричневых они кстати тоже очень красивые цвета то есть ты попробуем с ними поработать то есть мы все хотим такие яркие 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 а я для себя иногда использую такие достаточно пастельные тона и они тоже очень красиво смотрятся очень интересно да у нас в группе были серые очень красивые рисунки серые это что-то значит особенно если ты прям обращаешь на это внимание это значит приглашение попробовать что-то необычное не надо страстей напускать надо иногда успокоиться и позволить себе полутонар отличать потому что мы все любим фейерверк эмоциональный а он утомителен часто бывает да я очень удивилась когда вытащила столько много карандашей вытащила из коробки а потом смотрю не так уж ну у них есть коробки которые без черных там 12 наверное было карандашей только разных там нету белых черных просто какой-то комплект для моря для это другое еще было так вот у меня такая лава пошла пустила я жизненную энергию запустила это у тебя какой-то какие-то твердые карандаши не очень яркие да нет это призма я тоже недавно купила себе просто мне интересно было столько отзывов я купила дешевле карандаши дешевле бренд я купила большой набор и на удивление вполне приличные они оказались яркие если ты хочешь яркие цвета то вот эти Castle Castle Art они вполне яркие и они такие и пигмента очень много всякого разного но как-то все равно люблю я призму колор очень много оттенков разных яркие мне нравится все-таки большой я поклонник призму колор уже наверное тоже привыкла к ним удобнее мне работать сколько в этой коробке карандашов в этой 120 но они тоже очень много разных близких по цвету оттенков интересно как практика показывает надо на самом деле 12 цветов и просто их комбинировать всяко разно это тоже дает мастерство увеличивать все эти большие наборы это конечно интересно заманчиво но не является критичным каким-то моментом так ну вот я теперь себе добавлю сейчас зелененького такого цвета творческого бирюзы как у вас какие реакции в теле стало ли что-то поменялось вот мы пускаем теперь такую энергию энергию эмоции энергию настроение в том числе то есть все эти цвета они же тоже задают и настроение задают у меня удивительно что прям такой яркий получается рисунок хотя предыдущие были более мягкими менее страстными а вот здесь прям захотелось страстей цветовых смотрите как у вас можете отдельные какие-то фрагменты может быть какие-то отдельных планы хотите зафиксировать цветом но не зафиксировать просто тоже можно их выделять отдельным цветом можно позволить потоком я вот все время у меня почему-то все равно идет поток и я себе позволяю этому потоку двигаться такими волнами вот я вижу что у меня здесь появился много какого-то круг когато отцветявате ако искате можете да софиксируете отделные желания с цвет или да отцветявате като поток потоки это же не обязательно потоки чтобы выделять а просто отдельные какие-то сегменты ну не не отдельные а несколько сегментов вместе когда мы закрашиваем это могут быть большими областями вы закрашивать может быть вы хотите какие-то прям серьезные переходы чтобы у вас был низ один год такого цвета другой год другого цвета может быть у вас цвета радуги вы хотите тоже ввести посмотрите как у вас тянется рука здесь насколько вы как вы хотите наполнить это эмоционально творчески уникально сделать этот план который будет вас привлекать и манить он должен вас заманивать прям туда в будущее давать вам энергию оттуда то что нас привлекает наши яркие цели наши яркие планы они всегда нам дают подпитку и энергию сейчас може може да отцветявате на слоеве по години с различни цветове предложи Яна важното е да 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 ви е приятно да го гледате да ви вдъхновява и да ви стимулира да достигате тези цели позвольте себе прям не скупиться чтобы это было не один цвет а несколько чтобы они прям вас разные энергии разные настроения которые будут доминировать качества может быть какие-то разные белый цвет это тоже цвет вы его тоже можете использовать отдельно можете да смесивате цветовете можете да уставите белый цвет все что цвет смешиваете цвета можно выделить тени полутени позволить чтобы движение было прям в разных направлениях разного объема здесь тоже можно помню что обычно когда мы начинаем закрашивать у нас все больше и больше мы можем замечать что где-то пропущены уголочки и ничего страшного просто их также можно скруглить и продолжать двигаться вперед какой-то цвет добавить может быть вы ей хотите энергии какой-то особенной добавить чтобы она прям как факел горела или как такой олимпийский огонь для вас был за вашата крайна цела ако искате някакъв много ярак цвет да отделите за да олимпийский огонь да горе для привлечия и если у меня например получилось что у меня цвет один с другим не пересекает я могу тоже выпустить какие-то цвета отдельные сегментами отдельными такими областями позвольте себе как-то что-то хотела сказать я забыла что же позволить себе вылетелось головы смотрите насколько у вас распределены энергии насколько у вас именно динамика вниз чтобы был хорошо укреплен и цвета и чтобы он был хорошо укреплен в том числе и потоками то есть было сильное основание чтобы была сильная корневая система и эмоциональная и ментальная в том числе чтобы корней чтобы много было линии чтобы много было которые снизу идут вверх но и чтобы были у вас и цветом тоже сильный низ потому что эмоционально мы тоже хотим стабильности эмоционально мы тоже хотим какой-то уверенности потому что если вы белые оставляете много внизу это много неизвестного цвет белый цвет он красивый его тоже для перспективы роста развития важно иметь на своем рисунке но он может давать ощущение неопределенности вот позвольте какую-то стабильность себе здесь задать фундамент мы все-таки выстраиваем внизу фундамент который нам позволит расти вверх двигаться развиваться так следующее но я еще буду здесь вводить цвет это бесспорно линии поля которые мы поднимаем и синхронизируем свои планы планами вселенной у вселенной тоже конечно есть свой бизнес план на следующие пять лет и вот как нам синхронизироваться с ними выстроиться чтобы они помогали нам в развитии они тормозили чтобы мы чувствовали эту поддержку и опору на вселенную то есть позвольте себе линиями поля поднять эту энергию поднять ее и к своей конечной ну это не конечная это цели которые у нас на макушке это всего лишь пятилетняя цель но она может тоже вас сильно вдохновлять вот позвольте энергии подняться вверх и связаться с другими людьми может быть некоторые люди которые являются ключевыми или знания которые мы пытаемся привлечь извне являются ключевыми мы их позволяем этой энергии двигаться и конечно же после того как мы увели линии поля у нас образовались новые пересечения у нас как бы мы и сгармонизируем скругляем но если вы посмотрите то линии поля они дали каркас они дали такое усилили движение вверх то есть такие иногда они даже создают мы можем так двигаться вот я сперва иду тут 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 а они еще и создают такие шорткат то есть срезают нам дистанцию они усиливают и даже упрощают в каком-то моменте позволяют делать такие серьезные прыжки вверх в развитии в продвижении своих желаний своих какого-то своего роста динамики позвольте и сега вкарваме линии на полето които ще създадат като скеле за пирамидата ни ще поддържат енергията и също така може да да видиме някакви по-бързи решения да ни допуснат по-бързи решения на нашите проблеми притягсе създавата клик угаду гифкарате така че триада украгляте много внимател муслятях и следующее что мы конечно после этого сделаем это выберем что же для меня самое ценное причем здесь может быть конечно самое очевидное это может быть верхушка что манит меня вверх что заманивает что меня двигает мотивирует стимулирует а может быть и не верхушка а может быть есть какое-то событие которое вы себе запланировали которое даст вам настолько стимул удовлетворения стимул как бы понимание какого-то важного аспекта в своей жизни прям такой через эмоциональный заряд вам выдаст который позволит двигаться еще быстрее и интереснее в своей жизни посмотрите может быть что-то из каких-то средних элементов или может быть фундаментальных моментов которые вас внизу тоже поддерживают очень сильно может быть их захочется вам зафиксировать если у вас на вашем рисунке есть какие-то события которые вы может быть ввели даже не подписывая может быть они были у вас вот такими просто не обозначенными еще я не хочу сказать что пустые потому что мы просто еще не знаем что это через 5 лет знаете если бы мне 5 лет назад сказали что ты тут будешь преподавать нейрографику онлайн на весь мир я бы не поверила потому что в моей жизни еще тогда и слова-то такого не было и метода такого не было может быть у вас такие моменты есть какое-то событие есть а вы еще не знаете его название может может быть его стоит выделить чтобы захотелось действительно узнать а что же необычное что же еще что же еще вселенная для меня приготовила что может мне позволить развиваться и расти получать удовольствие творить и накрая трябва да изберете какво да фиксирате кой елемент да направите фиксация това може да е крайната цел може да е някоя част от пирамидата която е важна стъпка някакво откритие за вас може да е нещо което дори да е неизвестно още в момента да е останало празно и бяло зависи интуитивно какво ви се иска да подчертаете и выделите этот объект зафиксируйте его он может у вас быть просто за счет объема придайте ему может быть тенью выделить или толщиной линии а может быть придайте ему свечение определенное которое энергию запустите так что оно будет излучать энергию наружу оно будет светить не только вам но и другим людям какую пользу вы хотите тоже людям принести тоже очень полезные аспекты и фиксацията ви може да бъде с дебелина на линията а може и да с ярки цветове да подчертаете да излиза като светлина все едно че свети да ви свети за вас и за другите хора да носи полза лисички който могут сопричастны интересно что с каждым третий раз я рисую этот алгоритм большинство конечно повторяются моментов но каждый раз что-то добавляется новое какой-то проходит такой отсев что-то уходит как бы уже или как как само собой разумеющееся воспринимается а некоторые вещи прям все больше и больше энергии туда уходит в этот раз я первый раз себе парашют нарисовал здесь прыгнуть парашютом посмотрим через три года может быть и раньше ну да если ты давно уже не читаешь ты уже делала это iFly так что вы хотите с парашютом как всегда можно добавлять большое количество линий в любой момент если вы вдруг поняли что мне вот тут ресурсов не хватает или мне вот тут еще кого-то хочется привлечь это можно делать на любом этапе своей работы своего рисунка так что не стесняйтесь добавляйте но я буду банальная в этот раз и опять запущу энергию все-таки вот это своей большой мечты меня все-таки радует что мечта моя большая она остается неизменной потому что если мечта меняется каждый раз и то хочется и это и вот может быть все-таки этого побольше хочется значит она наверное не самая ценная а здесь она у меня самая ценная и я ее опять запускаю опять я ее выделяю фиксирую все что двигается двигается по направлению к ней у меня это тоже вот это вот такая стабильность в моем желании она тоже дает уверенность дает какое-то понимание и ценность этой мечте придает что еще можно сделать из-за того что у нас все-таки движение вперед это осознанное движение лидерское это осознанное движение собственного вызова вызова себе вызову окружению я хочу поменять у меня есть план у меня есть цели у меня есть какая-то динамика движения позвольте выделить этот треугольник буквально совсем немножечко края затемните можно взять любой цвет который коричневый черный может быть беж ну не беж какой-то синий зеленый вот чуть-чуть буквально край чтобы придать ему такой как конус он получится он получится уже не просто пирамида такой конус более-менее округлое движение которое задаст эту усилить динамику вверх что я иду это моя гора чтобы не не раствориться в своем окружении полностью чтобы у вас все-таки цель на движение чтобы вот мы энергию которую мы подняли все эти наши планы мы все-таки фокусируем вверх усиливаем состояние роста и още нечто Анна казва да подчертайте самата пирамида за да имате енергия да използвате енергията на триъгълника за да ви даде сили да започнете да работите върху вашите проекти да ви стимулира да го правите не само да се разтворите в мечти Яня у нас благодарнасти с фейсбука Галя Бончева благодарит Мерси Галя благодаря и аз чета благодарностите Величка Годжунова Вяра във Вселената чудесата се случват в най-подходящия момент когато сме готови за тях благодаря Ви Анна и Над макар че съм началото на округленето сочувствуем с ногу припупдигнат настроение Величка говорит вера во Вселенную чудеса случаются в самый подходящий момент когда мы готовы к ним спасибо Анна я еще в начале округления но уже чувствую повышенное настроение спасибо Величко благодарю Величко спасибо большое это действительно так когда энергия и события случаются когда мы к ним готовы вот когда вот значит есть все возможности у нас это пройти через удачи большие это тоже испытания их тоже надо с честью проходить все эти чудеса ну и чудеса это же когда мы их распознаем как чудо многие люди проходят через чудо и даже не осознают что это было или считают что это была спекуляция какая-то или фокус фокус случайные совпадения те которые готовы принять это как чудо те и получат чудо чудо ну конечно это наша привилегия выбрать что назвать чудо чудо чудото е това което ние наричаме чудо е какво сме готови да приемеме казва Ана и благодаря Янка размечтах се и знам че вселената ще откликне на моите желания Янка пишет я размечтала си знаю что вселенная откликнется на мои желания благодаря спасибо вот почувствуйте вообще вот эту энергию внутри себя которая вас стимулирует хочется во первых хочется ли прожить эти пять лет вот хочется ли в них заглянуть вперед ощутить вот эти события представьте если все это случится это же насколько радости это принесет удовлетворение труда достижений каких-то и вот эту энергию нам надо сейчас в настоящем моменте понять принять чтобы она нас стимулировала и двигала вперед вот такое в конце я знаю что мы это делали уже но я все равно хочу вам сейчас показать последний ритуал который мы можем сделать на крае один завершительный ритуал какой-то она еще покажет какой-то может когда рисунок закончится я вот все свои три выложу у меня тройной одеколон и в конце мы делаем три хлопка над головой это позволяет перезарядить наши полушария снять ограничения между полушариями и слова которые мы с хлопками произносим все все мои планы сбываются наилучшим образом снимаю все ограничения и все и удачи вам Используйте эту возможность, энергетическую возможность аспекта миллионера для того, чтобы зарядить себя на следующие пять лет и двигаться вперед очень уверенно и с очень позитивной энергией. Еще раз большое спасибо всем участникам нашего класса. Надеюсь увидеть ваши рисунки в нашей фейсбук-группе. И удачи вам на все ближайшее и дальнейшее будущее. Благодаря ви. Завършваме успех със всички планове и ще очакаме рисунките ви в нашата група. Благодаря. Довиждане. Спасибо большое. До свидания всем. Довиждане.